здесь находятся остатки отряда шторм 5 бригады 1 корпуса 8 армии штатная численность была 161 человек я командир отряда что получил боевую задачу в этой позиции поселок водяново ходишь в ходе шторма в ходе штурмов штормов было выявлено что достаточно трудно было вести наступление на данном участке поскольку противников абсолютно пристрелены и все точки в итоге наше руководство приняло решение гнать нас на пулеметы на минометы мы сидели на танке мы сидели под открытым объем минометов артиллерии 14 суток значит понесли огромные потери 304 человека 3 соток 22 человека до 200 командир роты наш погиб значит было принято решение дойти до штаба армии где мы узнали о том что нам планируется эвакуация начал бы начали планировать эвакуации замкомандиры бригады полковник иванов или владимирович всячески пытается скрыть свои пробелы в плане отдачи преступных приказов плане штормов против нас выставили за град отряды и не упускали не выпускались позиции сейчас они дают выйти вообще никуда нам нас угрожает уничтожить по отдельности и как командиру подразделений нам грозит огромная опасность мы обращаемся к конкурном командующие просим помочь нам в эту в эту непростую ситуацию мой отряд свою задачу выполним и 14 дней держали линию фронта протяженности один километр все 100 все остальные заходили туда и просто убегали мы 14 дней сидели не уходили со своих позиций ребята есть есть что добавить добавлять я думаю я майор раков николай викторович мобилизованы 1004 войсковой части города калининграда меня прикомандировали отряду что данной бригады я не знаю что бригада себя это представляет руководство я не видел официального руководства официальных приказов не видел изначально первом вступлении в отряд шторм который размещался в поселке я заметил что командование якобы такое командование которое не видели в лицо многие военнослужащие армии донецкой были с них совершались побор побор денежные поборы если эти деньги не сдавались то людям обещали сразу кинуть куда-то напередок это происходило систематически людей из госпиталей раненых которых ложили в госпиталь через три дня в ходе этих боев выписывали не оказав никакую медицинскую помощь не вытащив осколки и обратно отправляли на передний край и брали еще двадцать тысяч и брали деньги брали деньги еще с них 20 тысяч на раненых для горожан знать на раненых смысл в чем что я считаю что руководство здесь 5 этой бригады которые я ни разу не видел преступной полной составе я считаю что она преступна это преступная группировка это преступная группировка и других здесь вариантов нет правда она должна восторженеть и как бы вы числите получается до сих пор еще в учебке в калининграде как бы здесь вообще нас нету получается так но это он говорит за полк 10.04 я говорю за всех мы все одинаковые люди без документов без военных билетов без всего без соцзащиты без соцзащиты брошены в окопы брошенного как бомжи брошенные трупами в которых нету элементарных документов нету военных билетов нету ничего ничего статус их я не знаю какими правовыми актами определен в данном подразделении но это преступно и приказы преступные приказы преступные это подтвердил сам куратор который якобы передавал нам нам приказы он также засветился на украинских сайтах его запилинговали по его радиосвязь как он передавал приказ